Губернатор поставил задачу составить список отраслевых приоритетов с учетом проблем, которые имеются в муниципальных образованиях региона. В прошлом году в казну не были заложены средства на капремонт больниц. В итоге они ремонтировались за счет внебюджетных источников при участии самих учреждений. В этом году Алексей Дюмин дал поручение проанализировать состояние лечебных учреждений и заложить в бюджет ремонт наиболее проблемных. Министр здравоохранения сообщил, в план капремонта на 2019 год включили 23 объекта. Закупаем медицинское оборудование для онкологического диспансера. Большое количество оборудования будет размещено в разных лечебных учреждениях, но оно все будет работать для онкологической службы. Бюджет региона сохранит социальную направленность. Исполнение выплат граждан остается основной задачей. Вместе с ней в топе важных реализация приоритетных региональных проектов. И это из нового. В казну заложены средства на выполнение майских указов президента. Вопросы, связанные с выполнением нового майского указа президента 204-го, это вопросы, связанные с включением приоритетных проектов в структуру бюджета области и государственной программы Тульской области. Хотел бы подчеркнуть, что эти вопросы крайне важны и сложны, поскольку механизмы их реализации в настоящий момент еще находятся на разработке на федеральном уровне. Проект закона о федеральном бюджете предусматривает выделение субсидий в размере более чем полтора миллиарда рублей. По словам министра, доходы бюджета региона запланированы в размере 68,1 миллиарда, расходы в размере 72,9 миллиарда. Бюджетное финансирование программы формирования комфортной городской среды сохранено на уровне текущего года. Общий объем субсидий составит около 500 миллионов рублей. Предстоит завершить строительство двух корпусов Тульской областной детской клинической больницы и начать строительство областного перинатального центра. Также продолжится строительство детских садов и школ. Попрошу еще раз проанализировать все основные направления. В первую очередь это касается распределительных бюджетных средств, расходы на текущий год. И мы понимаем, что задел на предстоящие годы надо делать уже в этом году. Глава региона поручил областному Минфину организовать эту работу в процессе корректировки бюджета в ноябре нынешнего года.